За внешним спокойствием Анатолия Туркова волнения не видно. Он терпеливо раздает интервью, беседует со знакомыми и тепло приветствует гостей. Сегодня художник Края Беловежского представляет не только свои работы. Он делится со зрителями любовью к заповедным землям, вековой пуще и Каменецким истокам. Как признается сам автор, его творчество питает родина и родовые корни. Живописные работы, они буквально все-все написаны с натуры, абсолютно с натуры. Нету ничего надуманного, поэтому пуще, она мне близка, она мне понятна. Я знаю, какие там животные, я знаю, как там растут деревья. Я там в этой пуще часто бываю, поэтому она мне близка и понятна. Работы Анатолия Туркова выставляются в самых известных музеях и выставочных залах за пределами страны. А сам мастер давно снискал славу художника с солнечной температурой сердца. У стен Каменецкой вежи эта выставка-подарок не только поклонникам его творчества, но и всем землякам. Мы долго шли, кстати, к этой выставке. Хотя я с ним знаком уже не один десяток лет, знаю его как прекрасного человека и замечательного мастера. Но вот как-то все не получалось. То у него где-то в Польше выставка, то в Минске, то еще куда-то увез работы. Но вот, наконец, мы все-таки договорились. Выставка состоялась. За десятилетия плодотворной деятельности Анатолий Турков создал сотни образов в деревянных скульптурах, перенес на полотна десятки уголков заповедной Беловежской пущи и родной Каменечины. Это состояние души. Это тоже как вот эти же самые этюды, там пейзажи. Я могу работать, тем более я построил дом этими руками, строил, очень много времени это отнимало. И вот когда находится какая-то минута, все бросаешь, все это оставил, взял этюдник и поехал, просто встал на полчаса, на час хотя бы написал какой-нибудь этюдик, удовлетворился. И тогда можно заниматься дальше своими работами. Резьба по дереву и тонированному фону, живопись. Муза художника не ограничивает мастера в выборе техники. В каждом произведении Анатолия Туркова свет, любовь, солнце, а еще силы родной земли. Я шел целенаправленно, осмысленно, сознательно, очень ждал, очень ждал этой выставки. И вообще любая выставка, она несет очень такой важный посыл. Но если человек талантлив, если человек одарен, то эти работы несут в себе тепло, несут силу и хочется приобщиться к этой силе.